всем привет дорогие друзья с вами Ирина Быханова мы сейчас приехали на дачу собираемся готовиться к тому чтобы выкопить картошку Женя сейчас будет косить а я пока вот сижу на качеликах отдыхаю ну я сейчас так посидела подумала и приняла наверное решение что больше мы здесь держать огород не будем то есть все картошка последний год я здесь сижу вот с ноутбуком работаю Женя пока там косит здесь тоже все взросло травой то есть тоже нужно все косить я не знаю но на это просто не хватает времени потому что работа Женя тоже работа плюс у нас еще сейчас ремонт квартире не успеваем вот сейчас мы как раз приехали сюда то время как у нас приехал мастер и и Женя вместе с ним они выкладывали декоративную плитку я вам все это покажу дочки здесь у мамы растут попозже покажу тогда как приедем домой что там за плитка у нас как все получилось наверное скорее всего это будет отдельное видео чтобы ничего не путать так мы уже копаем картошку сейчас вам покажу ее собственно здесь нет мама на огороде в общем ее вообще здесь нет даже не видно да там вот кое-где так что здесь еще свечивает Женя косить приличный такой участок а здесь вот картошечки нету все что есть соберем и на этом все а потом я приеду домой и расскажу вам почему все так мы приехали домой я сейчас размораживаю голени буду запекать в духовке это уже такие замаринованные ножки у меня кстати есть рецепт на канале мастер своего дела где я их вот так вот вкусненько мариную очень быстренько сейчас они растают и я их отправляю в духовочку ребята вчера устала так что доснимать не смогла влог сейчас второй уже день следующий день наступил я сейчас собираюсь сбегать в магазин уже собственно вот все оделась и хочу вам рассказать так вкратце но сейчас походу уже выйду и буду рассказывать все таки почему мы решили забросить нашу дачу конечно важный и интересный ну что пойдемте я вам расскажу в общем нам у нас не получается ездить на дачу у нас просто нет времени причем совсем его нет так вышло что я занята ну можно сказать если не 24 часа в сутки то часов наверное 19-20 это точно потому что конечно то что сейчас я снимаю вам это я даже не считаю это ни в коем случае не работает просто знаете так хобби общение с подписчиками как я уже говорила вам что этот канал только для вас поэтому это я не считаю ну конечно уходит у меня до на монтирование этого видео какое-то время так дорога ну что пробежимся здесь не положено месте ладно вот но основное мое время но уходит на мой основной кулинарный канал мастер своего дела и собственно но другие рецепты все таки у меня есть еще и другие платформы на которых я работаю яндекс 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 дзен яндекс дзен яндекс эфир так что кстати смотрю по сторонам поэтому прерываю думаю может дядя на увижу свое мимо школы это просто вот так что у меня не хватает времени сами понимаете то что написать сделать видео это конечно время плюс еще там всякие мелочи нюансы полно и конечно же это кухня я уже не считаю дела домашние это все бред потому что это каждая женщина делает да наверное вот ну поэтому у меня нет времени уже не тоже его нет у него работа сейчас такая что ну как бы не вернешься да там живет сейчас моя мама но маме огород участок вам не нужен она не любит заниматься такими вещами то есть ну и действительно и что все повесить получается на маму это неправильно этим летом она и так нам очень хорошо помогала на даче поэтому тут как бы вот так так ребята я уже дошла до магазина быстренько да у меня просто здесь рядышком сейчас тогда выйду и продолжу с вами уже с пакетиком вышла из пятерочки так иду домой и продолжаю с вами разговор про дачу вот и так как маме тяжело одной мы все-таки нечастые гости теперь на нашей даче поэтому больше все очень жалко я вам скажу даже как-то можно сказать со слезами на глазах потому что вот вчера мы не всю картошку выкопали будем еще сегодня наверное поедем не знаю точно там уже конечно будет видно опять как уже не получится это получается после работы часиков 6 наверное где в лучшем случае в 6 возможно даже 7 уже темно понимаете он приедет 7-8 то есть тут уже смысла ехать нет сейчас а выкапывать ее придется даже не столько из-за того что картошка нужна мы все равно и будем покупать ее там нет а просто от того что там трава огромная и ну чтобы огород не оставался не убранным все равно придется ее выкапывать прерываюсь потому что иду у меня из школы смотрю думаю может Диану увижу но нет Дианочки не видно она наверное где-нибудь сидит в школе в классе на уроке вот тяжеловато я вам скажу я без машины вообще как-то обленилась можно сказать вроде немножечко да так всего набрала но тяжеловато это я живу еще здесь рядом с магазином две минуты но вы сами видели пока мы с вами болтали я уже дошла здесь у нас вот фикс прайс кстати решила пойти через дворики на улице кстати тепло хорошо мне кажется это последние денечки все таки по прогнозе смотрела там уже и дождик как бы должен проливаться поэтому нужно успеть все таки опять про эту картошку нужно успеть ее выкопать но я не знаю я не знаю как мы это сделаем да собственно и урожаем то в этом году особо мы не пользовались то есть огурчики и помидорчики практически покупали не из-за того что опять же их там нет нет они были но нам некогда ездить а пешком мне тоже некогда бежать и на себе я все это не потащу для консервации конечно буду покупать все что нужно я всегда же закрываю какие-то баночки но это уже для того чтобы рецептики какие-то интересные опробовать которые я не пробовала либо же повторить то что я уже готовила ну вот меня собственно в семье уже никто не консервирует кроме меня да не уже а раньше этим занималась бабушка мама никогда не занималась этим вот ну а сейчас бабушке тяжело все поэтому все делаю я все ребятки я уже дома вот он вот он красивенький домик вот так ребята и я у нас все и у нас все вот ну вот как очень ароматно что то я знаете как то сейчас подумала подумала все дается не легко но Но я опять же себя пытаюсь успокоить по поводу дачи, что всё, приняла решение, значит, надо всё. Просто если я опять на следующий год сорвусь с этим огородом, который, ну, в принципе, мне не нужен, это будет неправильно даже по отношению к себе. Я же себе пообещала, что всё, я не буду больше сажать картошку, какие-то там ещё культуры, то есть помидоры, огурцы, ну, всё, не хочу. Больше всё это не получится у меня. Поэтому, значит, надо всё. Кстати, пишите в комментариях ваше мнение, правильно ли я делаю, или, может, всё-таки мне стоит одуматься. Пока ещё есть время, да, до следующего года всё может поменяться. У нас меняется всё за один день, а тут ещё целый год впереди. Но пока решение вот принято. И, конечно, внутренние сомнения, которые они меня там гложат, это неправильно. Это неправильно. Всё, я сейчас иду на кухню, показываю вам... Показываю вам свои покупки, которые сейчас я совершила, что я купила. Там, кстати, бабушки что-то покупала, она просила лекарства какие-то. Вот я их вытащу, потому что, ну, лекарства, по-моему, не нужно показывать. И всё, и буду ждать Женю на обед, скорее всего, он приедет. Я уже там готовлю, готовлю параллельно. Кстати, вот сейчас я заходила ещё в холодильник свой второй, который не в доме, и принесла фарш. Сейчас его разморозлю я. Посуда тут грязная. Ну, то есть, да, видно, что пока я бегаю, у меня любом дурдом. Этот фарш я буду использовать для приготовления, скорее всего, пельменей и котлет. Пока ещё не знаю, как ты и не прикасайся. Ну, а теперь смотрим котлет. Макарошки. Такие макароны, кстати, по-моему, по 29 рублей. 400 грамм. И ещё одна пастила. Так. Чек вот эти. Вот у нас. Здесь просто они другие. Ну, вот такие. Так, сколько я потратила? Сейчас скажу. Так, вот 599, ну, 600 рублей. Дальше. Дальше, 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 дальше. А, дальше булочки. Я уже покупала такие булочки. Терочки я вам показывала. Это для бутербродов Диане. Ну, сэндвичи делать она любит. Вот в этом пакете они, кстати, у меня лекарства, но я не буду их показывать. Не надо. Яйца. Да, я, собственно, и бегала, потому что у меня что-то... Яйца заканчиваются. Большую я клетку брать не стала. Это потому что, ну, сами понимаете, да, нести в двух руках я не принесу. Купила себе попить. Купила Диане попить. Жене попить не купила, потому что Женя там себе на работе сам покупает. Купила вот такой хлеб белый для сэндвичей. И вот целый пакетик. Значит, здесь что? Разрыхлитель один кинула. Что-то я не помню, есть ли у меня или нет. Но просто один так и закинула. Батончик купила. И бабушке шоколад. Сейчас покажу. О, темный такой ест. Все. Все покупочки. На столе печенье это нет. Это я не сейчас покупала. Тут недоеденный кусочек торта. В общем, вот они все мои закупки, все покупки. Все, что я сейчас купила на 600 рублей. Все, ребята, я буду доготавливать то, что не доготовила. Сейчас снимать больше ничего не буду. Ну, в смысле, в этот влог, да? Так-то мне еще много чего надо приготовить. Вот. И тогда уже в следующем видео я постараюсь вам показать, что у нас с ремонтом. Потому что я обещала, все никогда не покажу. Покажу, расскажу. И пишите к этому видео, пишите под этим видео ваши вопросы, что вас интересует. Я обязательно отвечу. Как раз собираюсь делать видео «Вопрос-ответ». Уже некоторые вопросы я подобрала. То есть смотрела по двум своим каналам. Выбирала только самые те, которые интересны и часто повторяющиеся. Поэтому задавайте ваши интересненькие вопросы. Я буду на них отвечать. Пока, мои хорошие.